Вязание двухцветного тунисского узора зигзаг. Вяжем цепочку количество петель кратно 14. Затем провязываем одну воздушную петлю, пропускаем в основание петлю и вытаскиваем из каждой петли воздушной цепочки по одной петли до конца этого ряда. У меня получилось всего 28 петель в моем образце и теперь закрываем петли. Первую петлю закрываем воздушной петлей и затем четыре раза закрываем вместе по две петли. Раз, два, три, четыре. Затем закрываем вместе четыре петли. И далее 11 раз по две петли вместе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Теперь снова закрываем вместе четыре петли. И далее узор будет повторяться 11 раз по две петли и затем один раз четыре петли вместе. Ряд провязан и теперь меняем цвет нитки. Первую петлю провязываем воздушной петлей и далее между первым и вторым столбиком провязываем столбик в косичку закрепления, вот в эту точку. И затем вяжем пять простых тунисских столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. Там, где провязаны три петли вместе, провязываем один простой тунисский столбик, захватывая среднюю петлю. Далее снова провязываем пять простых тунисских столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И столбик в косичку закрепления. Снова провязываем простой тунисский столбик и опять столбик в косичку закрепления. Далее провязываем пять простых тунисских столбиков. Раз, два, три, четыре, пять. И один простой тунисский столбик в центре, вот сюда. И так узор будет повторяться до конца ряда. В дальнейшем повторяем вязание второго и третьего рядов, постоянно меняя нитку в правой стороне работы. Я покажу еще раз. Чтобы было лучше понятно. И вот в том же самом месте, где мы провязывали четыре петли вместе, снова провязываем вместе четыре петли. И так продолжаем вязать по узору. И вот такой у нас получится полосатый узор. Приглашаю посетить страницу каталога, где вы найдете все обозначения и уроки по тунисскому вязанию. А также, если вам был полезен этот урок, ставьте лайки и я буду рада вашим комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok